Интерактивные площадки, карнавальное шествие и даже контактный зоопарк – все это первые в истории региона конные скачки. Соревнования по верховой езде состоялись на территории Центра арктического туризма. Преодолевать различные препятствия и показывать свое мастерство юным участникам спортивного клуба «Фортуна» пришлось в течение двух дней. А вот для зрителей и организаторы подготовили отдельную программу. За ходом состязаний наблюдала Людмила Сидейская. Роксана Шевелева занимается верховой ездой два с половиной года. Выбрала этот вид спорта, потому что очень любит лошадей. Девочка признается, для того, чтобы уверенно сидеть в седле, нужно быть в хорошей физической форме. В соревнованиях Роксана принимает участие не первый раз. Главный секрет успеха на скачках – правильный настрой животного. Лошади нервничают на соревнованиях, как и всадники. Они потому что понимают то, что им надо, но тоже волнуются. Поэтому в многих конюшнях перед соревнованиями лошадям дают успокоительное, чтобы лошади не нервничали. Впервые в этом году в соревнованиях участвуют юноши. Максим Скляр в конном спорте недавно. На лошади ездит с самого детства, так как жил в деревне. Сегодня он выступает на жеребце по кличке «Ветер». Это жеребец, и он сильно резвый, чтобы маленьких девочек не травмировать. Поэтому я на нем занимаюсь, так как и силы у меня больше, чтобы справиться. Хорошая выдержка должна, выносливость, плюс мышцы должны быть тоненькие. Потому что держаться нужно на коне и ногами, и руками. И еще и соблюдать. И осанку нужно соблюдать, и равновесие. После короткой разминки судьи наконец-то дают старт. И первая дисциплина – контроль алюра. Наездник показывает, насколько хорошо умеет управлять лошадью. В одну сторону легким голопом, обратно спокойным шагом. Второй вид – конкур. Лошади преодолевают пять препятствий. Это барьеры, которые установлены на определенной высоте. Я думаю, что все станет традиционным, потому что конкур мы проводим в этом году уже второй раз. Дети добились уровня, что они могут прыгать и доказали это. Трек мы прошли. Прошли хорошо. Вчера, ну вообще, как бы, плюс дети, которые готовятся, кто-то готовится 10 лет, наши готовились ровно два года. Они доказали, что не могут справляться с лошадьми, что мы можем поднять уровень города Найвенмара. В соревнованиях верховой езды принимают участие восемь наездников. Буквально за каждым упражнением спортсменов с волнением и в то же время восторгом наблюдают зрители. Первое мероприятие. И ребята, конную фортуна, они нарабатывают опыт, безусловно. Есть еще к чему стремиться, но я рада за наших жителей, которые сегодня здесь присутствуют. Это удивительное и необычное зрелище. Мне нравится вообще, потому что для нас это необычно. И удивляешься искусству девчонок, маленькие такие. А управлять лошадью довольно-таки сложно. Я пыталась даже просто сесть на лошадь, это сложно. А они еще и управляют, еще и участвуют в конкурсе. Потрясающе. И вот эти скачки, конечно, позитив дают очень хорошее. Выходной проходит очень хорошо. Спасибо за этот праздник. Также для зрителей работает контактный зоопарк. Это две козы, морские свинки, петух, курочки и кролики. Каждый желающий может погладить и сфотографироваться с животными. После соревнований, пока жюри подсчитывают результаты, ученицы школы «Фортуна» выходят на карнавальное шествие. Украшения для лошадей шили на заказ. Это нагрудники, вольтрапы, ушки и нагавки. Сами наездницы тоже в костюмах, которые изготовили самостоятельно. 20 наринмарских ребят занимаются конным спортом. Помимо соревнований окружного уровня, некоторые из них выезжают и за пределы региона. В прошлом году ребята привезли 14 призовых мест из Москвы и Мизени. Людмила Сидейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север».